Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Несколько дней назад в жизни известной советской и российской певицы Татьяны Булановой произошло несчастье. Ушел из жизни ее родной старший брат, известный советский и российский моряк, адмирал, капитан торгового судна Александр Буланов. Ну а накануне состоялись его похороны. 65-летний Александр Буланов практически всю свою жизнь провел на Балтийском море. Командовал судном, дослужился до звания адмирала и был командиром нескольких кораблей. По давней морской традиции Александра Буланова похоронили не на обычном кладбище, а в Балтийском море. Тело заслуженного адмирала навсегда передали морской стихией. Татьяна Ивановна Буланова не могла пропустить это печальное событие и в компании своего молодого супруга, известного питерского бизнесмена и бывшего спортсмена Валерия Руднева отправилась на прощание с любимым братом. Поддержать Татьяну Буланову в тяжелую минуту собрались ее близкие друзья и коллеги по цеху. Актер Сергей Гармаш и известные певицы Лариса Долина, Екатерина Шаврина и известная певица 90-х годов Марина Журавлева. Однако прощание с братом Татьяной Булановой привело еще к одному трагическому событию. Похороны Александра Буланова проходили в Балтийском море недалеко от города Калининграда в районе Курской косы. После погребения Александра Буланова начались поминки, которые также проходили в Балтийском море на специальном катере. Уже позже стало известно, что причиной трагедии стало пробой, на которую получил специальный катер во время поминок. Он наткнулся на острый камень, в результате чего произошло затопление корабля. К сожалению, в момент несчастья многие люди на поминках находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смогли сразу грамотно анализировать ситуацию, что и привело к жертвам. По самым последним данным, в результате несчастья погибли известная певица 90-х годов Марина Журавлева и певица Екатерина Шаврина. Лариса Долина, актер Сергей Гармаш и Татьяна Буланова серьезно не пострадали. Также на данный момент погибшим, пропавшим без вести считается молодой супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев. В районе Балтийского моря Курской косы начались спасательные работы. Ну а теперь к другим новостям. Несколько часов назад взяли под стражу известного российского певца Прохора Шаляпина, который вчера совершил нападение на легендарного композитора Александру Пахматову. Прохора Шаляпина арестовали прямо в его московской квартире, где известный певец пытался скрыться от правосудия. По данным полиции, Прохор Шаляпин уже полностью признал свою вину. К сожалению, сама Александра Николаевна Пахматова до сих пор находится в критическом состоянии. Лучшие врачи борются за жизнь известного композитора. Известного советского и российского юмориста Евгения Петросяна выпустили на свободу из следственного изолятора города Москвы, где он находился несколько недель подряд по обвинению в смерти двоюродного брата Филиппа Киркорова, благое Киркорова. По данным прессы, удалось доказать, что Евгений Ваганович Петросян совершил преступление в состоянии аффекта. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге попал в ДТП известный российский и советский певец Александр Иванов. Состояние артиста на данный момент оценивается как средне-тяжелое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...